Привет, кожаные мешки. Хозяин что-то обленился и превратился в хлебушка. Не хватает только сковороды, на которую его положить и временами переворачивать до золотистой корочки. Вы странные существа. Вам жарко, холодно, голодно, а еще вы подвержены перееданию. Слишком много ненужных действий, а лучше бы занялись полезными делами. Поэтому я долго намекал кожаному, чтобы он занялся полезным делом и доделал видео для людей. Это второе видео из серии «Как завести себе цифрового питомца для души». Смотрите, кушайте, не забывайте запивать. Подборка материнских плат на сокете X99 от одноименной компании Хуананджи. Материнская плата для сокета 2011-3, анонсированная в конце лета 2019 года. Модель выделяется современным дизайном, ранее не присущим китайским платам, а также имеет некоторые уникальные особенности. На данный момент это одна из самых удачных плат для данного сокета. Первым стоит отметить внешний вид платы, элементы которого явно позаимствованы у некоторых моделей производителей Asus и Asrock. Модель выполнена в черно-белой гамме и имеет встроенную заднюю панель и металлизированные порты PCI-Express X16. Также стоит отметить, что данная плата имеет по 4 слота под оперативную память DDR3 и DDR4. Хуананджи X99-F8 Модель является продолжением серии современных китайских плат на сокете 2011-3. На этот раз главной особенностью стало большое количество слотов под память формата DDR4. В остальном перед нами все та же X99-F, но с другой расцветкой и 8 слотами под память DDR4. Хуананджи X99-T8 Данная плата является модификацией F8 Хуананджи только под DDR3 память. Соответственно и накладываются ограничения по процессорам, которые можно в нее установить. Хуананджи X99-AD3 Данная плата является первой китайской платой под соки 2011-V3 с поддержкой DDR3 памяти. Модель получилась вполне работоспособной, но содержит некоторые детские болезни и недостатки, исправленные в более поздних платах, таких как X99-TF и X99-F8. В дальнейшем было выпущено несколько новых ревизий, однако по настоящему популярности данная модель так и не сыскала. Хуананджи X99-AD4 Модель была выпущена в октябре 2020 года. Несмотря на достаточно удачные характеристики, модель популярной так и не стала во многом из-за достаточно высокой стоимости, лишним многим уступая топовым X99-F и X99-F8. Хуананджи X99-8M Первая МТХ-плата от Хуананджи для сокета 20-Kino C3. Модель имеет всего два канала для оперативной памяти и предназначена в первую очередь для сборки компактных и бюджетных систем. В дальнейшем было почти полностью вытеснено более бюджетной версии X99-8MF. Хуананджи X99-8MF Первая материнская плата на десктопном чипсете BOE85 выпущенная Хуананджи для сокета 20-11-3. Модель появилась в продаже в конце 2020 года и является наиболее бюджетной версией из всей линейки плат данного производителя. Хуананджи 8MD3 Ретом 2020 года Хуананджи стала массово выпускать DDR3-версии своих плат, стараясь предоставить модели на все случаи жизни. Модель получилась довольно неоднозначной, ведь наиболее популярные процессоры с поддержкой DDR3 едва ли можно назвать бюджетными. Хуананджи X99-T8D Эта плата стала первой двухсокетной материнской платой под сокет LGA2011-3. Выпускать ее начали с весны 2020 года. Вопреки ожиданиям модель казалась достаточно удачной, хотя и недостаточно бюджетной. Чуть позже была выпущена версия на DDR4-памяти с модификацией F8D. Хуананджи X99-F8D Модель появилась в продаже летом 2020 года и также получила хорошие отзывы. Основным ее недостатком является достаточно высокая стоимость. Дизайн модели полностью повторяет плату прародителя, только F8D получила черно-оранжевую, а не черно-красную окраску. Хуананджи ZD4 Плата появилась в продаже в начале 2021 года. Модель является родственником достаточно удачной модели платы Хуананджи X79-ZD3. Как и предок, ZD4 должна занять нишу среднебюджетных моделей, способных работать с достаточно мощными процессорами, но не обладающих всем функционалом более дорогих плат. Кхэм-кхэм, еще минуту вашего внимания. Кожаный мешок забыл сказать, что будет еще одно видео про другие платы на сокете 2011-3. Мешок стал забывчивым, обленился, но у него есть я, хотя он обо мне и не знает. Самое главное в этом всем – ценить себя, любить близких и мыть руки с мылом, вроде так он говорит.